Алекс Чернобров. Прокомментируйте принятые в Израиле в июле закона о национальном государстве. Какой будет ваша оценка как заслуженного либерала России? Там прошли какие-то дни еврейской культуры. Станут ли общины восточной Европы или продулся их сионизация, хаббодизация? Ну, это такой дальше уже теоретический вопрос. Уважаемый Алекс, Израиль находится в окружении врагов, которые не просто конкурируют с ним, изолируют его, наносят ему ущерб, которые хотят его уничтожить. Для Израиля хотят уничтожить Израиль, потому что Израиль – национальное еврейское государство. Они хотят устроить еще один холокост, еще 6 миллионов израильтян уничтожить. Это они сформулировали то, что Израиль – национальное государство. Их ненависть заставляет Израиль согласиться с этим и отказаться от каких-то полноценных демократических институтов, которые превратили бы его по типу европейских государств в многонациональное государство. Это вопрос выживания Израиля. Европейцы, которые поддерживают, фактически финансируют террористическую деятельность того же Хамаса и других террористических группировок, которые хотят уничтожить это государство. Ну вот, это их формулировка. Израиль вынужден с этим согласиться, да. Ну, пусть будет национальное государство. При этом мы должны ограничить, там, скажем, миграцию. Мы не будем принимать, говорит Израиль, сирийских беженцев. Ну, потому что мы национальное государство, у нас другие законы. В том числе и потому, что сирийцы пытались, или там, многие из них настаивали на том, чтобы уничтожить это государство. Физически уничтожить его граждан. Ну, раз они на этом настаивают. Израиле ничего другого не остается, как принять это реалия. Реалия жизни Украина. Вы об Украине не говорите, но та же самая ситуация, так сказать. Империя сегодня, огромная империя, пытается разрушить это государство, лишить его национальной истории, национального языка, национальных особенностей. Там, говорит, что, ну, нет такого народа украинцев. Ну, это же не бред сумасшедших, там, безответственных, там, каких-то шизофреников. Это, говорят, руководители государства. Путин. Ну, это защита украинцев, защита их государственности, защита их просто жизни. Они вынуждены это делать. И это уже, между прочим, происходит не только за пределами России. Это происходит и внутри России. Там, вот, проблема национальных языков, она очень остро стоит для народов, которые населяют Россию. Они не хотят быть уничтоженными, они не хотят, чтобы была уничтожена их культура, их язык. Они сопротивляются, и они правы в этом. Это их право, это их гражданская обязанность, их права и обязанность сохранить свой народ, свой язык, свою культуру. А националисты русские, российские, ну, это другая история. У нас сегодня, слава богу, нету никаких врагов, нет никого, кто хотел бы уничтожить нашу культуру. Наоборот, за наши деньги и без наших денег эту культуру продвигают и язык продвигают. И сегодня на русском языке, говорят, и в Соединенных Штатах, на права я недавно там пересдавал, пожалуйста, вопросы на русском языке. Вы хотите? Да, я хочу. Вот, пожалуйста, вам вопрос на русском языке по американским правилам дорожного движения. Вы хотите инструктора на русском языке? Пожалуйста. Вот у нас сейчас нету, но послезавтра будет русский инструктор. Вы ему можете сдавать. Ну, никто не заинтересован в ограничении в нашей культуре, в нашей независимости. К сожалению, факты жизни говорят о том, что этим мы занимаемся. И это поддерживают русские националисты. То есть национализм русский превращается в фашизм, в этнические чистки. Сегодня Россия занимается этническими чистками. Там уже и на территории Украины, и на собственной территории. Путин повторяет путь Милошевича. Он идет тем же самым путем. Так что давайте вместе с этим бревном в собственном глазу не особенно, так сказать, возмущаться соринками в глазах у других народов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова